мы поняли что для нас критически важно стать продуктовой компанией но уже не прям с такими чуть поменьше а потом думают интересно поучаствовать печки строят они там пекут там они закваску кормят я как бывшая москвичка просто проблем с этим нет всем привет мы сегодня разговариваем со сдеком про продукты про их развитие и про то как компания трансформирует продуктовое развитие я лена трускова я работаю с продуктовыми проектами 15 лет войти в яндексе в яндекс деньгах на работе ru сейчас я сотрудничаю с цен мани и я веду свой подкаст не идеальной истории и пришла сюда позадавать вопросы оля расскажи кто ты привет лена привет зрители меня зовут ольга сгибнева я директор по маркетингу компании сдек я один из лидеров продуктовой трансформации которую компания последний год запустила почему вообще сдек казалось бы не айти компания не цифровая компания не банк решил повернуться в сторону продуктов ну во первых потому что время такое продуктовая логика предполагает что очень быстро нужно меняться и меняться в условиях неопределенности мы делаем какой-то шаг и не знаем что будет дальше что если не продуктовая логика лучше всего соответствует вот такому подходу во вторых конкуренция несмотря на то что логистика переживает бум доставка переживает бум сейчас очень высокая причем мы конкурируем с гигантами мы конкурируем с экосистемами типа сбера и конкурируем с маркетплейсами типа озона у которых огромные инвестиции они могут себе позволить вкладываться в рекламу в цены во все что угодно вот и мы поняли что для нас критически важно стать продуктовой компанией для того чтобы оставаясь собой мочь развиваться и быть самыми классными для клиентов привлекать лучших сотрудников развивать новые продукты сервисы и свою экосистему все теперь конкурируете с айтишными компаниями на рынке труда в том числе ну для того чтобы конкурировать с айтишными компаниями на рынке труда все равно в первую очередь нужно делать классный продукт для клиентов чтобы было интересно приходить к вам работа что было чем заняться чтобы продакт например или там какой-нибудь team lead pm увидели где здесь вообще его поле до рабочие что это не только сайт что это огромное количество классных сервисов для клиентов наша практика показывает что сначала ребят смотрят продукт вот а потом думают интересно поучаствовать в этом продукте наша задача вот сейчас развернуть компанию именно таким образом чтобы впереди были интересные продукты они там какие-то машины и склады и в общем что-то очень такое неинтересное на взгляд хотя на самом деле тоже очень интересно я думаю что мы можем представить твоих коллег и попросить их представиться и рассказать про одну штуку которая им кажется например интересный продуктовой точки зрения вздеки прям супер коротко если да да мне кажется будет классно стас давай начнем с тебя да привет меня зовут стас я продакт сайта личного кабинета фидбит с деки ну если про пример такой интересной штуки то по моей части наверно можно привести в пример с декайди это это кросс проект кросс продукт который задевает много разных платформ в том числе и мою это продукт который позволяет получать посылки без паспорта в отделениях это название понятно такая типа с дековский паспорт который можно оформить онлайн через госуслуги либо придя с паспортом один раз выдачи и последующие посылки получать все без паспорта о своей учетной записи с декайди делать это как на почте когда тебе не по паспорту а по эсэмэски да да звучит классно почему это как продукту интересно но это вот игры это кроссовая такая штука которая очень очень много точек касания имеет с внутренними продуктами которых у нас очень много она имеет и выход как бы на оружие это еще и внешняя штука поэтому с точки зрения продукта с точки зрения планирования клиентского пути во всей этой истории сложно со всеми договориться с разными департаментами в этом прикол ну вообще тут наверное стоит сказать что у нас большая компания в которой очень много процессов внутренних продуктов и все очень взаимно интегрировано я бы не сказал что сложно но это действительно в любой кроссовой истории это задача которая решается и но в этом есть какой-то вызов быстро делать очень сильные взаимно интегрированные вещи вот я считаю что для продукта это хороший вызов ничего не упустить потому что в таком объеме задач ты делаешь что-то одно оказывается оно влияет вообще на все отделы компании и такой список задач да и надо прочекать там список из большого количества других сервисов которые тоже ну как-то связаны с твоим сайтом например да я так понимаю что ты недавно пришел да я с деки работаю еще немножечко с такими глазами от этого всего да но уже не прям с такими чуть поменьше да я ну я вот как раз пришел из скажем диджитал сферы сугубо диджитал и ну вот я поймал какое-то вот это настроение что я хочу делать путь диджитал продукт но в компании из реального сектора которая что-то осязаемое делает для людей вот и несмотря на то что ну я казалось бы занимаюсь сугубо диджитал штука и сайт личный кабинет да это такие но они очень интегрированы с реальными процессами с логистикой с курьерами со всем за кофсе да и это очень круто я вообще слышала что например несколько лет назад в кремниевой долине там же люди начали например печь хлеб на закваске сейчас до нас потихонечку доходят да они печки строят они там пекут там они закваску кормят мне кажется что это вообще какая-то штука когда мы учимся потом мы работаем в айтишечки и мы потихонечку так далеко отодвигаемся я например работала в яндексе последний вот раз четыре года с вычислительной платформой где это было в облаке в виртуальных серверах они были подняты над реальными то есть это абстракция такого уровня что потом хочется прям потрогать стол чтобы заземлиться обратно ну да наедаешься чем-то эфемерным таким и хочется а тут люди вот они тащат посылочки да ты делаешь там условно там прорабатываешь какую-то гипотезу чтобы улучшить форму вызова курьера да на сайте или личном кабинете или там в мобильном приложении но на самом деле ты касаешься столь столько вещей столько разных внутренних процессов ты не просто форму делаешь очень круто и вот ну вот мне кажется в таких компаниях такого масштаба с такой сложностью взаимосвязанных каких-то процессов и в полной мере вот это ощущаешь и получаешь этот вызов спасибо большое мне кажется вот этот свежий взгляд от человека который недавно пришел в компанию и еще не перестал вроде как охреневать да от всего но при этом уже немножечко понял как это все устроен или хорошо понял да но зависимость там первый месяц уже понятно потом все лучше лучше мне кажется что это очень ценно потому что это максимально близко к тем людям которые сейчас задаются вопросом а хочу ли я быть продактом с деки и человек который проводил уже 10 лет он такой да не нормально а человек который только пришел он такой вы просто себе не представляете там столько всего я так понимаю что оля настаивает что за этим будущее можешь пару слов сказать а потом мы перейдем дальше кириллу да ну традиционно да всегда начинается что-то новое цифровое передовое сайте компании обычная история потом они пекут хлеб потом они пекут хлеб в то время когда они начинают петь хлеб печь хлеб те кто до этого пекли хлеб или возили грузы начинают перенимать их опыт вот которые они уже как-то прожили опыт цифровизации опыт продуктового подхода опыт работы в неопределенности со скоростями и когда они начинают это делать оказывается что все немножко не так и не только потому что те уже наелись и пекут хлеб а просто потому что реальность другая когда ты с высоким уровнем абстракции работаешь тебе нужно решать такие задачи концептуальные тоже на высоком уровне абстракции а когда ты работаешь например с логистикой эти задачи тоже надо решать еще тебе надо решать абсолютно конкретные простые задачи которые вот земные типа сняли ядами снег пошел отменили рейсы там не вышли курьеры на работу и так далее вот таких вопросов очень много то есть и это делаешь и это делаешь и причем это не параллельные процессы которые никак между собой не связаны они должны будут быть связаны очень хорошо и впрямую их не связать нужен такой хороший буфер и вот в этом с одной стороны основная сложность если мы говорим о том что продактом для реального бизнеса большого особенно нужны какие-то специальные компетенции нужны вот этой связке это вот о чем сейчас стас говорит что ты вроде бы делаешь очень цифровую штуку ты делаешь какой-то интерфейс там для вызова курьера чтобы он работал чтобы он был интегрирован со всей системой чтобы это было удобно людям чтобы курьер реально приходил когда его вызвали за этим же тоже столько процессов стоит нужно вот совершенно по-другому смотреть на продукт нужно видеть гораздо объемнее шире и больше это прикольно почему это прикольно ну потому что вот мир сейчас так устроен что если ты видишь больше шире умеешь одновременно держать в сознании кучу разных факторов то ты в принципе интереснее живешь ты успешнее ты востребование и вот это вот все если успеваешь отдыхать это второй же вопрос тут тоже как бы нужно какие-то другие наверное истории предлагать ну я говорю о том что вот сейчас мне кажется чем сложнее проект или продукт над которым ты работаешь тем больше ты становишься как бы адекватен реальности да потому что сейчас но то же самое происходит в мире да с одной стороны надо купить хлеб или испечь его да с другой стороны страница сайта и ну не некие там концептуальные вещи которые тоже как то должны быть жизнь такая сейчас теперь надо метрички да 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 вот и в общем ну классно наша рабочая обстановка она вот очень жизненная ты не находишься в отрыве в каком-то там с какими-то супер например умными интеллектуальными людьми потому что тебе надо тут же прийти к очень простым парням которые работают на складе ну как выяснить еще как выяснить которые будут разговаривать с тобой вообще не так как ты общаешься со своим со своей командой разработчиков например ага вот это очень здорово давай спросим кирилла как как у него да всем привет меня зовут кирилл я как раз таки занимаюсь продуктом в компании сдэк с очень милым названием посылочка вот это продукт для физических лиц который предполагает четыре варианта коробки недорогую доставку из пункта отправки в пункт выдачи то есть у нас нету первой последней мили за счет этого мы конкурентная на рынке дамы конкурент последней миле ты имеешь ввиду типа дойдя до дома но это доставка курьерский забор курьерская доставка поэтому подешевле самое главное что цена фиксированная не надо вот этими замерами взвешиваниями париться и не понимать сколько ты денег заплатишь да то есть ты заранее знаешь стоимость своей посылки да можешь ее рассчитать в калькуляторе прийти в пункт выдачи и выбрать одну из четырех коробок положить туда свой груз и отправить напоминает немного почту вот да то есть мы из основных конкурентов как раз таки рассматриваем именно ее и там у нас еще есть один конкурент не знаю можно про него вообще сгорит можно боксбери все можно боксбери да вот я просто помню как мой дедушка брал вот этот ящик фанерный и его набивал и отправлял в деревню там то что нужно было и наверно это что-то похожее не целом примерно так далее что он взвешивал то точно взвешивал да 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 у нас был безмен правда здесь немножко другая история то есть ты не должен не запариваешься о том как взвешивать себе груз измерять да ты просто приходишь выбираешь коробку кладешь туда вовнутрь да и просто отправляешь при этом знаешь уже стоимость заранее то можно сайте посмотреть плюс минус размеры коробки и понять подойдет ли она для твоей отправки или нет. Это продукт как раз-таки внешний. Можно сказать, это тариф. Но мы его выделили в отдельный продукт. У нас нету продуктов на другие тарифы. Он у нас является, наверное, ключевым для физических лиц. в чем была сложность? То, что Стас рассказывал, я тоже, наверное, расскажу. Я уже два года в компании. И до этого я тоже работал в Digital. И когда Ольга мне предложила встать на эту позицию, первые три месяца это был просто шурум-брум в голове. Это раз. Второе. Я, наверное, за несколько месяцев познакомился просто со всем с ДЭКом. Звучит классно, на самом деле. То есть погружение в этой позиции, погружение в компанию и в процессы, оно просто на 99% точно. Хочешь узнать, как работает с ДЭК? Иди туда работать. Да, да, да. Стань продуктом. И у тебя вот все спрашивают, у меня накладная. Да, и сейчас, наверное, вот последний, может быть, год у меня такая задача, ну, моя лично внутренняя, если говорить про позицию продакта, это немножко перестроить свои взгляды и свое видение с вот какого-то более проектного, диджитального, ну, скажем так, чуть более узкого, на более какое-то широкое. Смотреть, как Ольга мне любит говорить, картины сверху. Ну, вот. И вот, потому что за счет такого, наверное, только получится действительно видеть всю картину целостной. Можешь пример привести, что ты имеешь в виду? Ну, скажем так, например, продукт мой, да, ну, он же тариф, он суперкроссовый, потому что, ну, задействован все и логистикой, и коммерцией, и маркетинг, и так далее. Я, так как диджитал, да, я больше там смотрю там стратегию, как мы вот это разобьем, как мы вот это вот спланируем. Но у нас есть еще больший объем по части логистики, да. Я сейчас, конечно, ее стал больше захватывать, но у меня это, скажем так, все равно такое еще слабое место остается. То есть ты приоритеты меняешь внутри себя, а то, что ты привык в других компаниях делать, оно меняется, да? Даже не то, что так, но скорее просто мои какие-то внутренние там паттерны привычки заставляют меня больше смотреть вот на это, чем там на те вещи, которые уже надо бы обратить внимание, потому что они, ну, как бы идут в любом случае красной ниткой через весь тариф, и для того, чтобы продукт был дальше успешно развивался, на это просто must have надо смотреть. А скажи, пожалуйста, ты согласен с Олей, что типа все, скорее всего, в эту сторону лежат, компании большие? Типа им придется пройти эту трансформацию? Ну, я, наверное, да, здесь с Ольгой соглашусь, и я крайне рад, что мы в Zdek запустили всю эту историю. И ты уже это все умеешь. Ну, я не могу сказать, что я там суперпрофессионал какой-то, да, но мы прям движемся в нужном направлении. Я до этого тоже работал в логистических компаниях, занимался там маркетингом, и я примерно понимаю, как происходят процессы в других компаниях. Они тоже не супербыстрые, не суперактивные, да, там сейчас очень там растет Zon, Wildberries, но это больше маркетплейсы. Вот, но тем не менее вся эта история, она уже больше похожа скорее на гонку IT, именно. То есть любая фишка, любое внедрение, оно подразумевает IT-разработку, там любая кнопка и так далее. Вот, поэтому продуктовый подход, ну, в том виде, в котором мы его хотим сейчас внедрить, я думаю, что нам сильно поможет ускориться в развитии, в выходе новых стран, в том числе, да, у нас сейчас вектор как раз-таки на международку. Вот, ну, и по части как внешних, так и внутренних продуктов. То есть ты со мной согласен, что рынок в целом тоже это ждет в ту сторону двигаться? Да, рынок ждет, и я вижу и по по тем вакансиям, которые появляются, да, по людям, которые говорят о том, что вот это нужно делать, да, и что вот так вот сейчас происходит. У меня там вот знакомые, которые там тоже сейчас в это углубляются, они там мне рассказывали, что они там смотрели вакансии, что уже там какие-то вплоть фабрики, рыбзаводы уже тоже вводят продакт-менеджеров, там, честно говоря, какие-то дикие описания вакансий, но тем не менее вот на рыбзаводе тоже требуется продакт-менеджер. Тебе приятненько, что ты уже знаешь, как это все делать, что ты уже немножечко впереди. Да, то есть это прикольно, да, ощущать, что ты как бы уже вот на эту волну первую поймал, да, и дальше только, ну, остается развиваться, что как бы это будет актуально еще много лет, вот Ольга правильно говорит, что еще там 3-4 года этой компании будут многие вводить, и даже по тому же продакт-кэмпу я вижу, что новые компании появляются здесь, подтягиваются, да, я вижу, я полагаю, что с каждым новым продакт-кэмпом все компании будет больше и больше и больше, они постепенно это принимают и к этому приходят. Спасибо тебе большое. Познакомимся с кем-то из Олиг. Меня зовут Ольга. У меня несколько продуктов, несколько проектов. Я, наверное, сегодня расскажу про себя. Нет. о таком интересном продукте, который сейчас используется во многих компаниях, это чат-бот. То есть бот, который встречает клиента, может быть, на входящей линии, либо письменной коммуникации, когда клиент заходит на сайт, у него есть вопрос. Это вот маленькая окошечка справа, которая говорит, здравствуйте, нужна ли вам помощь? Да-да-да, все верно. Я все время закрываю. Я такая, я еще не прочитала. Ну, закрывают на самом деле не все, очень много клиентов, кто любит писать. Мы стараемся сделать для клиента максимально удобно. Ты можешь написать чат, ты можешь общаться в любимом мессенджере, ты можешь позвонить. И там, и там у нас сейчас стоит бот. На самом деле, кто-то, может быть, их не любит, но боты уже дошли до такой степени, что... Не все их отличаются от людей. Ну, во-первых, кто-то, да, уже отчеловечен настолько, что его нельзя отличить от человека. Во-вторых, ну, не нужно ждать. Действительно, боты могут ответить уже, ну, в нашем случае более чем на 40% вопросов. Ну, наиболее частых вопросов боты уже умеют отвечать у нас. И, соответственно, мы меряем оценку. Вот, когда отвечает оператор и когда отвечает бот. А что людям больше нравится? А людям одинаково приятно. Вот, то есть сказать о том, что бот плохо, хуже, чем человек, сейчас я вот на текущий момент такого сказать не могу. Вначале... Украсть их заменится. Ну, может быть, в данном случае это и хорошо, потому что действительно скорость ответа, качество ответа в какой-то степени даже лучше, потому что нет человеческого фактора, когда не туда посмотрел, не то нажал, не то сказал. Вот, мне нравится этим заниматься, потому что до того, как стать продуктованером, я два года работала с обращениями клиентов. То есть, два года я читала то, что пишут нам клиенты, то, что клиенты говорят, да, по телефону, претензионные случаи, то есть, каждый день я все это читала. Я знала все боли клиентов наизусть, и поэтому мне было легко. Ну, мне и сейчас легко, потому что в любой момент ты можешь посмотреть, что пишут, послушать, что клиенты говорят, увидеть метрики. Вот, на текущий момент у нас есть все метрики, раньше у нас их не было, мы больше работали на интуиции, вот, но мы учимся, мы развиваемся, сейчас это все есть, и это вот прям очень круто, когда ты запускаешь какую-то новую логику, и ты сразу видишь отдачу, ты видишь, что нагрузка снижается, время разговора снижается, то есть, длительность разговора снижается, оценка не падает, вот, и, собственно говоря, клиенты довольны. Это круто. Звучит так, как будто ты на одной работе увидела боли клиентов и поняла, что с развитием бизнеса их будет приходить все больше, они будут все чаще, но я имею в виду, чем больше людей, тем с тем же процентом недовольных, тем больше показываются людей недовольных, и на следующей части работы, если я правильно тебя поняла, ты увидела решение, чем лучше чат-бот, тем спокойнее те люди, которые всегда, скорее всего, будут недовольны. Да, на начальном этапе мы думали, что чат-бот, он вообще не справится с этой функцией, потому что нельзя его научить быть вежливым. Ну, почему-то было вот у нас такое, в голове сидело. Не довели, да-да-да, недоверие, мы прям боялись их, можно так сказать. Мы раздували штат, честно, и когда-то мы дошли до такой точки, когда поняли, нет, надо пробовать, все, пора. Мы попробовали и поняли, что все реально, бот может быть вежливым, бот может даже предугадать желание, когда клиент просто хочет отследить заказ, мы помимо того, что показали ему статус, мы еще показали дополнительную информацию о заказе, если, допустим, он хотел бы узнать срок хранения. Мы ему показали сразу все, и клиенты говорят, спасибо большое, вы так быстро мне помогли, то есть да, они не поняли, что это было. Вот, вот, и довольные уже пошли за посылкой. Да-да-да. Слушай, Ольга, например, вот это такой классный карьерный трек внутри СДЭК, который вот мне кажется очень удачным, продуктовый. То есть фактически, Оль, ты сначала действительно изучила все боли, вот прямо прожила их, да? Да-да-да. А потом сделала продукт, который получился крутой, потому что ты очень хорошо понимаешь боли, и ты уже интегрирована в компанию плотно, и вот как бы все это выстроить в единый продукт получилось сразу хорошо. Для нас это сейчас такая довольно распространенная история, у нас много сотрудников, которые вот чем-то занимались, какой-то своей сферой, в какой-то момент говорят, я хочу быть продукт-тоунером, потому что я вижу, как это можно сделать по-другому, как решить эту боль, как вытащить из этого корневую проблему, придумать решение. Я уже знаю компанию, давайте. Мы очень это дело любим, у нас в этом плане классно расти. Оля, просто классический пример. Это же на самом деле удлиняет жизнь сотрудников внутри компании. Да. Это на самом деле хорошо, потому что опыт остается внутри компании, и не нужно человеку искать что-то снаружи. И человеку интересно продолжать. Мы вообще очень быстро растем. Мы растем примерно в полтора раза в год к предыдущему году больше 10 лет уже. И вот за последние два года у нас появилось 25 стран, например, новых. 23, наверное, до этого были Казахстан, Белоруссия. То есть это огромная трансформация бизнеса, на которую требуются мог и силы. Да, да, да. И желательно, чтобы это были люди, которые, с одной стороны, ну как-то уже немножко в теме в компании, с другой стороны, вот в международке как нигде нужен вот этот самый продуктовый подход. Ничего не понятно поначалу, нужно пробовать, тестить, двигаться в каком-то режиме, когда ты очень быстро и дешево какие-то придумываешь гипотезы, тестируешь их. И это важнее даже, чем в России, в которой мы знаем практически все. Это правда комфортнее опираться на уже хорошее знание компании, да, то есть когда человек приходит снаружи, то он приходит с другим опытом и он может строить какие-то иллюзии. А здесь получается, когда карьерный путь такой, то человек опирается на то, что он уже понимает, что происходит. Все равно с удовольствием берем людей снаружи, потому что мы, во-первых, быстро растем, во-вторых, свежий взгляд, свежие мысли, уровень компетенции нужен новый всегда и всегда выше, чем есть у нас. Но параллельно мы своих сотрудников с удовольствием продвигаем. Вот в продакты это прям вообще у нас сейчас очень много желающих и здорово. Кто последний в продакты? Я у Оля еще хотела одну штуку спросить. Я правильно понимаю, что ты в Новосибирске? Да. Ну не сейчас, а вообще. Но я так понимаю, что у вас не все в Новосибирске. Можешь про это немножко рассказать с точки зрения, типа, как работа идет, если не все в Новосибирске? Ну, на самом деле все просто. Сложности нет в данном случае. Еще и коронавирус научил нас работать на удаленках и лучше коммуницировать по тем же скайпам. Мы обязательно включаем видео, когда созваниваемся. Во-первых, чтобы не забыть, как выглядит мой коллега. А во-вторых, общаемся мы очень-очень часто, потому что, как ребята уже говорили, ты когда делаешь продукт, он затрагивает несколько функций. И просто сидеть в одного работать не получится. Ты либо кого-то сломаешь, либо сломают тебя. И поэтому мы коммуницируем очень много, мы созваниваемся, ребята приезжают, или мы куда-то приезжаем, встречаемся. Здесь у нас прям культура хорошо развита, проблем с этим нет. По-прежнему главный офис в Новосибирске, да? Да, да, да. На самом деле это немножко уже не так. У нас понятие главный офис уже размылось. У вас на сайте в разделе «История» написано, что в 2000 году открылась компания «Экспресс-курьер», а в 2001-м открыт первый региональный офис в Москве. Мне кажется, это так мило. Региональный офис в Москве. Я как бывшая москвичка просто. Да, это скоро на сайте тоже изменится, перестанет быть таким милым. Но по факту мы работаем в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, вообще по всей России мы есть практически в каждом городе. Ты имеешь в виду сотрудники, которые относятся к… Удаленно, относятся к конкретному филиалу. То есть здесь вообще нет какой-то жесткой привязки к какому-то конкретному городу, в том числе и в других странах все точно так же. То есть можно забыть про то, что мы компания, которая выросла из Новосибирска, давно даже не российская компания международная. Естественно, всеми стандартами удаленной работы, которые есть сейчас во всех продуктовых компаниях. Просто я видела часто в IT-компаниях москвоцентричность, когда Headquarters в Москве, а все остальные такие, ну, хочешь повышаться, переезжай в Москву. И классно знать, что не все именно так работают. Москва тут принципиально никуда не переезжает и находится, например, в Новосибирске или там еще в каком-то небольшом городе. Например, у меня есть сотрудники в Твери, в Иваново, в Сочи, в Саратове, все департамент маркетинга, который вот так вот размазан по стране, и это не мешает вообще совершенно ничему. Давайте познакомимся с Олей и еще одной Олей. Оля. Всем привет. Значит, да, меня зовут Ольга. Я, значит, расскажу про свой путь в компании из ДЭК. Значит, я уже практически три года работаю в компании, то есть и мой основной продукт, над которым я сейчас работаю, это мобильное приложение. То есть, когда я приходила в компанию, перед тем, как устраивалась на работу, значит, я смотрела в App Store, в Google Play мобильное приложение с ДЭК, там были, значит, оценки там 1 и 2, 2 и 7. Я, значит, его скачала, посмотрела, потерла ручками и сказала, ну вот тут есть что сделать. Вот. И, значит, устроилась на работу и мне, в принципе, все очень понравилось. Вот как ребята сказали, что они из Digital, да, то я как бы тоже из Digital, то есть продукты, которыми я занималась, они тоже были в основном только на устройствах ну и не затрагивали реальный мир от слова совсем. Вот. И, значит, одним из первых кейсов, ну, который мне удалось хорошо сделать и быстро, это, значит, поднять оценку мобильных приложений в Store. сейчас у нас стабильный 4.8-4.7 в Google Play и в App Store. Как ты это сделала? Ну, на самом деле, те, кто занимается ОСО и мобильными приложениями, все эти трюки знают. Это как бы правильно настроить, значит, сообщения, где ты просишь пользователя оценить. И второе, нужно было выяснить самый основной сценарий, которым были пользователи недовольны, о чем они писали. То есть исправить его, чтобы не было ошибок. И потом уже на этом сценарии попросить оценить нашу работу. Но приложение прям правду улучшилось, не только оценка, но и приложение. Ну, я не скажу, что оно сразу улучшилось. Ну, да, мы его улучшаем, и это такой процесс, который не останавливается. И, на самом деле, в этом году мы шагнули еще на одну ступеньку вверх. То есть у нас появилась своя команда мобильной разработки, чего я, в принципе, очень-очень хотела и ждала. До этого два года мы работали с подрядчиками. Это тоже был хороший опыт, интересный, ребята были тоже классные. Ну, вот сейчас у нас такой новый виток, и я надеюсь, он уже будет более такой качественным и более значительным. И во всех отношениях рывок вперед, так сказать. Слушай, а как у вас вообще в компании устроено? Я работала в разных IT-компаниях, там было по-разному. Например, иногда верстка сидела в одной комнате, там был тимлид верстки, там джависты сидели в другой комнате, там тимлид джавистов, и чтобы что-то хотеть от этих людей, нужно было к тимлиду на совещание подойти с ним поговорить. Бывали и другие случаи, когда я сидела в комнате, где было 15 программистов, которые все работали над одним продуктом, и чтобы что-то сделать, нужно было подойти к столу соседнему и поговорить. Как у вас это устроено? Или в твоей части, если по-разному? Ну, здесь зависит, на самом деле, от задачи. То есть, если задача затрагивает только наш блок, то есть, мобильный, то, соответственно, подходишь, говоришь, и мы делаем. Если же это касается какой-то штуки такой кроссовой, про что ребята уже упоминали, то есть, тебе нужно сходить к темледу и к джависту, и еще кому-то, еще кому-то согласовать, это все, значит, продумать, решение должно быть таким кроссовым, и никого не, ни на кого не повлиять в каком-то плохом смысле. А еще и все эти приоритеты согласовать по всей компании, чтобы у всех эта задача была в приоритете. Ну, да, это на самом деле самое сложное, и мы сейчас как раз выстраиваем этот процесс, как он должен быть, как его сделать лучше, быстрее, удобнее, и чтобы мы смогли быстрее, так сказать, шагать вперед. Мы выстраиваем его продуктово тоже очень сам этот процесс, есть несколько гипотез, мы хотим пробовать впечатимый, когда из разных продуктов собираются под задачу. Кросс-команды, когда, если твой продукт завязан на несколько внутренних, то человек с компетенциями в этом продукте есть в твоей команде, и в этом продукте, это постоянная команда. Сейчас есть несколько разных гипотез, мы будем пробовать, смотреть, что будет эффективнее работать. В целом, один человек, это все равно ограниченное место в голове, и количество часов в календаре, то есть, есть, наверное, ограниченное количество команд, в которые ты можешь входить. Ну, да. То есть, я имею в виду, что нужно больше народу, вероятно. Ну, да, мы во многом поэтому сейчас рассказываем о компании, потому что, да, нам нужны продукты, мидлы и джуны, мы готовы учить, мы готовы, чтобы люди росли вместе с нами, встраивались в нашу команду, которая вот сейчас очень активно меняется, как раз трансформируется в сторону продуктовых компетенций. Это, кстати, тоже очень важно, потому что я была в компании, где, например, люди не очень любили менеджеров, и когда приходил новый менеджер, они такие, он будет назвать на совещание, вот, и это не очень комфортно. А когда компания ждет, что, наконец, придут люди и возьмут на себя ответственность, обязанности и какую-то коммуникацию, это совсем другая ситуация, потому что приходишь и к тебе относятся, ну, более добродушно. Помимо того, что мы ждем, и мы действительно очень рады новым продуктам в команде, у нас сейчас уже запускается системное обучение на всех уровнях, мы, кстати, будем работать с ProductStar несколько уровней обучения для продуктов, для тех, кто входит в команды, разработчики, аналитики, в общем, все остальные коллеги, которые не продукты, для топов тоже будет обучение, чтобы, я бы посмотрела на это, чтобы, да, хорошо понимали все, в какой мы находимся, в каком пространстве, в каком информационном поле и в какой логике, да, и не было вот этих вот конфликтов. Вот это сейчас выстраивается в компании нашей большой на системном уровне. Это очень круто. Это да, это очень круто, мы очень рады все, что это происходит, и поэтому новым людям будет легко встраиваться и самое главное свой вклад вносить в формирование системы, которая сейчас только формируется. То есть это не так, что ты пришел, и вот тут так работают, и все. И ты тоже вынужден так работать, даже если ты как-то можешь видеть по-другому, даже если тебе твой внешний взгляд незамыленный позволяет что-то привнести. Мы вот сейчас в той стадии, когда мы, наоборот, очень открыты к новому, к новым предложениям, к новым идеям, и даем много ответственности и много полномочий. Я слышала, что иногда люди выбирают именно должности, где они могут на что-то повлиять, даже понижаясь статусом, потому что я слышала, как вымывается душа у людей, которые приходят в корпорацию, где все, что ты делаешь, записано на одном листике, и ты больше ничего не можешь делать, и согласуюсь сначала со старшим. Если этого нет, мне кажется, это даже может быть поближе к тому, что мы полезно можем сделать в жизни, то есть не только про работу, но еще и про какую-то реализацию. Да, здесь есть еще момент интересный, вот он как раз в тему, про то, чтобы прежде чем что-то сделать, ты это протестировал. Протестировал без серьезного вклада ресурсами. Грубо говоря, сделал Windows, поставил на него фейковую кнопку, поисследовал реакцию, составил. Люди такие нажимают, как на камеру, реакция плохая. Нажимают, это хорошая реакция. Нажимают, это хорошо. Да, то есть я говорю о чем? О том, что, ну в чем проблема, да, основная, то есть я правильно понимаю, что приходит продакт и говорит, слушайте, я хочу сделать вот это, а ему на каком-нибудь там совете, продакт-борде, еще где-нибудь говорят, а вот как бы у нас список приоритетов в ссоре. И он такой, ну ладно, ссоре, или как-то поборолся. А мы сейчас выстраиваем работу со всеми продуктовыми командами, усиливая компетенцию ресерча, усиливая компетенцию тестирования, чтобы не требовались ресурсы для того, чтобы поставить в приоритет, чтобы сам продакт имел возможность, компетенции, в том числе сотрудников отдела маркетинга, чтобы поресерчить. Когда он все потестил, и из десяти своих гипотез он сам видит две, у которых классный пенель, которые сработают, видно, что есть рынок, уже там маячит продакт-маркет-фит, и он с этим приходит на продуктовый борт и говорит, вот, и сделал все правильно, в том числе по расчетам, ему с этим тоже помогли. И тогда и человек более заинтересован, он более в такой предпринимательской позиции работает, и вся команда, вся компания тоже понимает, о чем он, что он не просто что-то придумал, он это верифицировал, он попробовал, он получил обратную связь. Не сделал, что ему сказали. И не сделал, что ему сказали, не просто принял вброс от кого-то, что тоже, конечно, бывает. Мне кажется, вот это очень круто. И еще у нас отдельное подразделение в маркетинге, которое конкретно занимается R&D. Новыми гипотезами, новыми продуктами, массово и ритмично. Звучит как бюджетные эксперименты. Да. Нюкер, R&D, эксперименты, все это мы делаем сейчас. Я предлагаю предложить аудитории задать нам какие-нибудь вопросики. Да. Нет, вот молодой человек за тобой. Ты можешь место, а я повторю в микрофон, чтобы было слышно записи. Илья спрашивает про продуктовую трансформацию. Что должно быть самое важное при работе с подрядчиком, при продвижении внутри компании к этой трансформации? Я думаю, точно ребята что-то добавят. Я со своей стороны могу сказать, что нам важно включенность в нашу компанию с ее особенностями. Я уже говорила, что не одно и то же IT-бизнес, цифровой бизнес и бизнес, который имеет определенную реальную основу. И вот это сочетание IT и логистической инфраструктуры и наших особенностей, оно много чего делает нерабочим и требует где-то вырабатывать какие-то новые решения, естественно, базируясь на продуктовом подходе в том числе. Это первое. Второе, трекинг, сопровождение нужно. То есть недостаточно просто поучить и дать информацию, нужно включаться в тех точках, в которых что-то не получается, в которых падает мотивация, в которых не работает командная какая-то история. Ну и, наверное, скорость здесь тоже важна. То есть нам хочется от внешнего эксперта и подрядчика чтобы он был впереди намного нас, знал про новые тренды, опыт, мог это аккумулировать и уже в переработанном виде, подходящем под нас, нам это выдать и помочь внедрить. Думаю, ребята, что-то добавят, потому что работаем мы с ментором уже больше полугода. Кто готов? Присоедините. Ну, наверное, я подержу, Оль, что вот эта включенность и она нужна на всех уровнях. Действительно, не все подходы, которые работают в одной сфере, сработают у нас. Ну, элементарный пример. Вот у нас есть правило в компании все новые сотрудники должны провести день с курьером. Это реальные поездки по адресам, доставкам. Ты смотришь на весь этот процесс, кем бы ты ни был, в какой роли ты ни работаешь. Я ездил, например. Это экскурсия в сортировочный центр, когда ты понимаешь, как приходят посылки в город, что с ними происходит, как они уезжают на самолет. И вот ты из этого опыта, вот этого погружения на всех участках посылки от отправителя до получателя понимаешь весь масштаб, всю эту связанность и вот такое же включение должно быть от подрядчика, который помогает нам с этим подходом. И второй момент, нужно идти вот с двух сторон. То есть мне очень нравится в ZDK, что сейчас эта вся история происходит, она идет и снизу, и сверху. То есть и на уровне топов, там другие вопросы, там другие задачи, там другие сложности. И с сотрудников в полях вроде нас, и вот если консалт приходит в компанию вроде нашей помогать продуктовой трансформацией, только с двух сторон, иначе не сработает. Мне бы хотелось добавить, что очень важно не только знание, но и инструменты. То есть знание — это знание, а инструменты, и как ты это можешь воплотить в своем рабочем процессе, то есть ну это вот еще... Что ты имеешь в виду, например? Например, если мы говорим про исследование, то есть у тебя должен быть инструмент для этого исследования, то есть тебя должно, ну во-первых, либо должен быть ресерчер, который тебе помогает, потому что ты сам иногда не можешь справиться с этим, либо еще какие-то... Методологии может какая-то, методологии, да, чек-лист, что-то в этом роде. Да, да. Поняла. Еще вот Оля сказала, ментор, да, вот мы работаем с ментором, ну вот важная штука, ну вот нам мало подрядчика, чувствуете разницу? Ментор, подрядчик, ментор, консалтер. Ну типа там другие буквы, разъясни. Они не то, что другие, ну то есть это поддержка не просто на уровне, ну она на каком-то на уровне ощущений, духовном что ли, заряде, настроении, вот нам, сотрудникам, которые вот в полях, важно еще вот этот вот драйв, дух вот этих изменений. Ну ментор звучит, как, например, кто-то, кто сверху тебе рассказывает. не совсем. Вот разъясни, что ты мечтаешь. Я имею в виду, что это иногда в легкой степени психолог. То есть типа мозги ставит на место по-другому? Ну он оказывает тебе поддержку не просто, смотри, правильно делать вот так-то. А еще и обрабатывает твою реакцию. Да, он обрабатывает твою реакцию, слушает твои конкретно проблемы, помогает тебе их спокойно здесь сейчас решить, ну то есть на более таком тонком уровне. Есть еще же сопротивление новому. И когда мы говорим о реальном сопротивлении новому, не просто делаем вид, то это определенные барьеры сознания, которые надо проходить. И они где-то психологически связаны, где-то там еще как-то. И вот здесь действительно нужна вот какая-то такая помощь, которая не только про то, что вот тебе инструмент, вот так внедряй, что непонятно. Ну что-то там в дутре с человеком происходит, ему тяжело. И важно пройти вместе с ним этот путь. В каких случаях руководитель эту функцию выполняет, а в каких-то действительно нужен внешний ментор, подрядчик, как угодно его занимает? Если руководитель, то это получается, ну в каком-то смысле иерархичная структура. Это как бы старший тебе рассказывает, а ты ему доверяешь, что он старший, у него статус некоторый. А если это ментор снаружи, он как бы сверху заходит или это горизонтально? Он везде. Понимаешь, это не так важно в данном контексте, потому что все зависит от человека. Кому-то надо, чтобы ты с ним поговорил, как мама. И тогда у него какой-то процесс пойдет. Кому-то надо на равных, кому-то надо вопросы задавать в стиле управления коучингового, когда человек вообще не приемлет, чтобы ему говорили, делай так. Ему надо помочь самому задать себе правильные вопросы и получить ответы. То есть из этого делаю вывод, что хороший ментор, хороший подрядчик, это тот, кто может работать на разных уровнях, работать по-разному и подстраиваться под конкретного специалиста, под конкретную команду. Вот это требуется тоже от подрядчика. Ну, в том числе и закрывать вот те блоки, в которых по каким-то причинам компания сама не может, не справляется, не хватает времени. Такие блоки все время неожиданно откуда-то выплывают. Мы заранее не можем сказать, нам надо это, мы в процессе скажем, вот еще вот это. Или лучше, чтобы подрядчик сказал, знаете, мне кажется, у вас вот здесь есть проблема, не знаю, в коммуникациях, в мотивации, еще в чем-нибудь. И вот кажется, ее можно решить так. И мы скажем, окей или там, не окей, давай обсудим. Это звучит похоже на то, что ты говорила про то, как новый менеджер приходит и говорит, я вот слышал здесь или у меня опыт, давайте сделаем. Это похоже на то, что это свойство компании вашей, что вы готовы к информации снаружи, вы готовы обсуждать. Да, конечно. Давай другой коллега задаст вопрос. А, ну давай. Дополнительный вопрос, как нужно подготовить бизнес к началу трансформации. Ты понимаешь, про что речь? Да, я пока не очень. Если честно, ну, ответ никак. Потому что к трансформации подготовиться невозможно. Единственное, что можно сделать, это принять решение, что да, мы идем там каким-то путем, в данном случае в продуктовую трансформацию. Это решение должно быть принято на уровне, ну вот, всех людей, которые реально влияют на компанию. Понятно, это должен быть генеральный директор, собственник в первую очередь. И должна быть какая-то группа влияющих людей, в нашем случае это топы, как минимум уже текущие продукты, которые давно работают, которые имеют какое-то влияние, которые говорят, да, нам это надо. Вот мы должны внутри каждый и вместе понять, что мы это решение приняли сознательно. Это единственный способ подготовиться. Ко всему остальному подготовиться невозможно. В этом суть изменений и трансформации. Ты никогда не знаешь, на что ты подписался. Ну, то есть, ты примерно представляешь себе, куда ты идешь и зачем. Ну, это все. Остальное все самообман, что мы там подготовили то, подготовили SEO. Ну, что, бюджеты еще надо готовить, понятно, потому что точно они потребуются. Вот. И быть готовым к неожиданностям. То есть, к какому-то пути быть готовым. Вот, наверное, вот это. Ну, понятно, без решения общего ничего не получится. Ну, кажется, это все. Мне кажется, это тоже ответ уже был в том, что, типа, ваша компания уже готова, потому что она вот готова меняться, да? То есть, типа, внутри и так происходят процессы, которые постоянно ее меняют. немножечко расшатывают что-то, а потом оно обретает более устойчивое положение, да? То есть, компания в целом выдерживает такую штуку, поэтому и более серьезную трансформацию или трансформацию другого вида она выдержит. Видимо, можно выяснить, как, например, компания принимает новых людей. Она дает им списочек, что делать, или она спрашивает, что вы хотите делать, да? Ну, то есть, можно, наверное, и так ответить. Ну, да, да, в целом мы действительно готовы к изменениям, это точно. Что будет в процессе, посмотрим. Нельзя взять любую другую компанию и сказать, вот, если вы что-то будете делать, вы будете работать так же. Ну, нет, потому что это структура внутренняя, да, это корпоративная культура, взаимоотношения между департаментами, там, насколько высокий забор, ну, и всякое такое. Ага. Я бы еще добавила тут, у нас же не так получается, что кто-то пришел и сказал, вам надо работать по-другому. Мы сначала смотрим, то есть, мы шли к этому года три, да, вот как у нас началось, начался весь наш путь, это три года. Сначала мы где-то на интуиции работали, потом мы начали учиться, потом мы еще больше начали учиться, поняли, где не получается, что нам нужно доработать. И вот такими шажками, шажками мы в итоге же и пришли к этой трансформации. Мы поняли, где нам нужно менять, мы хотим меняться, мы хотим быть лучше, быстрее, вот, готовы к этому, и все, сейчас мы пришли к трансформации. Это не за один день. Да, да, это правда. То есть, действительно сейчас ситуация, когда вот все продукты, которые в компании работают, ну, может, за редким исключением, с такой готовностью говорят, да, там, давайте учиться, да, давайте делать что-то еще, то есть, это такая огромная волна желания, мотивации идет со стороны людей, которые уже это делают, что тут, даже если кто-то там против по каким-то причинам, но все равно уже процесс идет, он вот, он уже разворачивается. Это тоже такая готовность, наверное, своего рода, да. Ну, мне кажется, это часть культуры просто, ну, вот, из того, что я слышу, у меня в голове это как часть культуры компании, и нельзя прийти в компании, в которой нет этой культуры, и сказать, сейчас мы вам скажем, что сделать, чтобы это поменялось. Ну да. Вопросики. Да. Искандар спрашивает, как будет двигаться развитие продуктовой команды, как хотелось бы видеть этот процесс, а я прибавлю, что я читала, или нет, слушала, что в какой-то момент было 35 программистов, потом через три года стало их 350, я предполагаю, что это все, скорее всего, идет параллельно, и очень интересно, как это действительно движется, то есть в совершении программистов, наверное, пулы программистов, наверное, должен расширяться и пул менеджеров, чтобы они как-то все взаимодействовали, и возможно, правда, в будущем будет еще укрупняться, не только из-за продуктов, а еще из-за, например, команды разработки. Да, я расскажу сейчас хороший вопрос, сейчас у нас около 40 продуктов, мы идем везде по-разному, как бы каждый продукт как-то исторически у него сложилось, у него либо есть команда, либо нет команды, либо есть там полкоманды, либо он ее с кем-то делит, к чему мы идем, у нас сейчас есть вполне конкретный план, конкретная стратегия, мы планируем, что у нас будут продуктовые команды примерно следующего костяка, есть продакт менеджер, есть там инжиниринг менеджер или проджект менеджер, как угодно его назови, ну, в общем, это некий человек от разработки, и вот эти вот два человека, продакт, больше человек там про рынок, про продукт в целом, про развитие, и человек про разработку, то есть про реализацию, вот они примерно на одном уровне находятся, и они дальше формируют под себя команду, понятно, там будет 100% аналитик, 100% там будет UX, UI дизайнер, еще кто-то будет в зависимости уже от ситуации, эта команда может работать с одним продуктом, если это большой продукт, у нас есть большие продукты, в том числе внутренние, либо эта команда может работать с несколькими продуктами, которые чем-то похожи, например, Кирилл рассказывал про посылочку, это в общем сетусишный продукт коммерческий, у нас таких точно будет несколько, и например, одна команда, про которую я говорю, она может заниматься тремя-четырьмя сетусишными продуктами, это логично, и в общем они с этим будут справляться, и вот таких команд у нас будет вот столько, сколько у нас есть крупных, важных для нас продуктов. А дальше? Они как-то дружат? Ну, естественно, есть некая динамика внутренняя, она и сейчас уже есть, когда мы понимаем, что вот эта команда, например, или вот этот конкретный продукт, или конкретный PM, или конкретный еще какой-то член команды, хочет, может, чего-то другого. Например, он хочет стать продуктом, или он хочет заниматься не мобильным приложением, и может, хочет заниматься коммерческими продуктами, или сервисными продуктами, или внутренними системами. Эта динамика, ротация абсолютно норм, То есть мы ее вот сейчас уже изначально приняли вместе с IT-директором, что так дальше и будет. А если говорить про вообще стратегию, вот к чему мы хотим прийти, что значит для нас, что вот там продуктовая трансформация свершилась, то идея примерно в следующем. Вот сейчас у нас все-таки больше компания иерархическая, проектная, когда есть топ-менеджмент, и у каждого топ-менеджера, функционального руководителя у меня, например, я директор по маркетингу, есть департамент маркетинга. И у меня там и продукты есть, и очень много людей, еще всяких разных маркетологов. И так у всех. Ну и в общем иерархический топ-менеджер над продуктом. К чему мы хотим прийти? Мы хотим прийти к тому, что вот продукты становятся самостоятельными функциональными единицами, функциональными руководителями, такие мини-боссы, мини-сео своего продукта, который вот по сути мы приравниваем к своему бизнесу. Это, наверное, не сразу будет, не со всеми командами продуктовыми, не со всеми продуктами. Это вот то, к чему мы идем, что продукт отвечает вместе со своей командой за свой продукт или за свою группу продуктов. А функциональные руководители топа мы помогаем, мы поддерживаем, мы, естественно, выстраиваем общую стратегию компании и смотрим, чтобы продукты реализовывали продуктами эту стратегию, а не какую-то другую. Мы помогаем решать вопросы приоритетов каких-то внутренних конфликтов и помогаем компетенциями, сотрудниками, в общем, там, всем, что нужно для обеспечения вот этой вот работы. Мы к этому идем, мы хотим в этом смысле стать продуктовой компанией. Можно я уточню? А вот эти вот боссы, предположим, что кто-то из них станет боссами, они будут по-прежнему подчиняться руководителю департамента или у них будет биг-босс продуктовый? Ну, они точно не будут подчиняться руководителю департамента, это нелогично, сейчас это происходит, потому что нужна поддержка. Если они все будут подчиняться, это тоже неудобно, потому что, ну, очень много у Антуанов. Ну, давай так, они будут подчиняться там продуктовому борду, совету людей, которые принимают решения по поводу продуктов. Вот мы сейчас уже начинаем это делать, у нас появился первый продукт, который вот никому не подчиняется, он вышел из-под IT-директора, под IT-директором. Сейчас он будет вот отчитываться и запрашивать ресурс у продуктового борда, в котором там пока топы, да, возможно, там будет тот другой. Ну, я добавлю, что смежные, сильно связанные продукты, они планируются объединяться в платформу, то есть еще такая иерархия в этом плане будет. Поэтому это необходимо для поддержания связанности, чтобы консистентно все было, да, вот единые сценарии, очень много кроссовых штук. То есть в этом плане будут продукты, входящие в платформу. И вот ты пришел недавно в компанию, для тебя все звучит логично с того, что Оля говорит? Ты понимаешь, как это все будет работать? Да. Ответили, Искандар? Еще вопросы? Катя спрашивает, как происходит организация, видимо, синхронизации информации между всеми командами, да, где участвуют продукты по всей компании? У нас есть совет продуктов, так называемый, это сообщество, в котором продукты между собой общаются. Есть регулярные встречи по крупным как раз нововведениям и по отчетам, когда все рассказывают, что сделали, что планируют. Планы синхронизируются, да, такие общие собрания. Вот есть, конечно, уже понятные кроссовые истории, которые как-то сложились, да, когда, например, речь идет о том же самом мобильном приложении, ясно, вот, кому надо идти по списочку. Мы сейчас тоже в процессе трансформации здесь находимся, хотим лучше, системнее, точнее всю эту историю простроить, и, в принципе, это будет выглядеть примерно так. Вот у каждого продукта будет какой-то свой чек-лист, ну, точнее, он будет общий, и в нем будет еще несколько своих чеков, которые нужно проставить, когда ты делаешь что-то в своем продукте. Ну, то есть, например, что бы ты ни делал новое, ты должен, например, согласовать это там с UX, UI, ты должен согласовать это там с брендом, ты должен согласовать это с внутренней системой, еще там с чем-то, еще с чем-то. А если у тебя продукт вот такой-то твой, то вот тебе еще дополнительный набор чеков, которые нужно пройти, чтобы ты ничего никому не сломал, и там, где есть конфликт, ты мог бы про это поговорить. То есть, мы здесь вот как раз в процессе улучшения этой работы, но пока, в принципе, справляемся, наверное, с 80% вот этих вот кроссов, ну, там, где не справляемся, там чиним в процессе. Может, ребята добавят что-то еще? Ну, наверное, можно добавить, что мы смотрим в сторону Spotify-моделей, когда есть гильдии, есть гильдия разработчиков на Java, есть гильдия фронт-энд разработчиков, и будет гильдия продуктов. Это такая эволюция, наверное, того, что у нас есть сейчас, эволюция совета, просто гильдия предполагает более плотное информационное поле, больше ритуалов, каких-то синхронизирующих мероприятий, и вот мы сейчас активно смотрим в эту сторону. Интересно. Еще у нас был какой-то вопрос. Саша спрашивает, почему другие компании пилят свое, вместо того, чтобы пользоваться, например, вашей системой. Спасибо за вопрос. Все свое не пилят, к счастью, или, к сожалению, уж не знаю, пилят крупники. Вы правильно говорите, что, да, это там Сбермаркет, Яндекс.Маркет и так далее. Почему? Потому что, с одной стороны, много компаний-доставок, с другой стороны, если ты гигант, у тебя есть какая-то своя специфика, которую, там, сложно покрыть, либо в сезон, либо там еще под каким-то углом. Практически все работают с подрядчиками, никто полностью не работает на своей доставке, и вот из крупных точно. И это всегда какой-то микс. То есть что-то закрывается подрядчиком, что-то делается свое. Свое делается, ну, принципиально по двум причинам. Первая причина объективная, когда, вот, как я сказала, действительно какие-то вещи текущие подрядчики не закрывают, и под тебя, там, быстро сделать не готовы. А вторая причина, такая распилочная, я это называю, да, когда ты получил инвестиции, ты должен их в течение какого-то времени потратить. Вот это к текущим гигантам, к некоторым, не будем называть, имена относятся. И в этом смысле проще становится написать свое, хотя это неэффективнее, да. Но это, например, будет быстрее, потому что ты можешь заплатить за это вот столько, сколько нужно, и еще больше. И собрать вообще всех, кто это будет писать в одном месте, там, не знаю, там, на 48 часов, и они все напишут. Это не про эффективность, это просто про возможность сделать это, ну, вот, быстро и не считая денег. Можно я третью предположу причину? Исходя из своего опыта, из того, что я видела, мне кажется, часто, особенно айтишные компании, да, в том числе о которых мы говорили, или какой-то финтех, они ощущают, что их бизнес, их интерес, он основан на чем-то, чем они владеют. То есть они отвечают за ту технологию, на которой они, ну, в каком-то момент начинают зарабатывать деньги, да, и поэтому ощущается очень опасным, если ты какую-то функцию отдаешь на сторону, потому что вдруг это станет, ну, несущая конструкция, и тогда ты слишком сильно будешь зависеть от какого-то партнера. Я часто видела, как люди перевкладываются, иногда даже, ну, нету ресурсов на это, но потому что, если когда-нибудь это станет частью несущей конструкции, очень страшно сразу не заложить этого и потом оказаться в ситуации, когда, например, там, подняли тарифы или что-то еще сделали. Иногда есть партнерские отношения, которые работают, но я вот часто видела, что есть вот такое опасение, что вдруг вот они встроятся, а потом мы уже без них не сможем, и вот это ощущение, что мы должны владеть тем, что нам приносят деньги, ну, не всегда так, но, может быть, так иногда бывает. Так бывает, вообще, мне кажется, это такая российская тема, потому что просто у нас не так много софта, которым можно пользоваться. Также не так много доверия вообще к гражданам и к партнерам и вообще. Да, ну, если вот к доставке конкретно говорить, то для нас доставка, понятно, это несущая конструкция, мы на ней работаем, поэтому мы пишем свою систему, в том числе потому, что она действительно должна быть нашей. Ну, а еще потому, что, ну, нету никакой системы, на базе которой можно писать что-то по минимуму. Что касается маркетплейсов, то, ну, здесь все очень сильно зависит вот от ситуации, да, как я сказала. Ну, как правило, все равно что-то самому придется дописать. Интернет-магазины средние, маленькие, как правило, не пишут ничего, как правило, не заводят свои отдельные курьерские службы, им просто невыгодно, в этом нет смысла. Поэтому, ну, вот скорее тренд, о котором вы говорите, он больше про, там, крупняк и про маркетплейсик системы. А еще, может быть, связано с тем, что сотрудникам удобно, ну, типа, удобство для сотрудников может быть очень-очень важным, поэтому, скажем, я видела, как несколько раз переписывали джиру, хотя, в принципе, она существует, но там есть моменты, которые нереализованы, поэтому взяли и написали новую. То есть иногда вот какие-то такие не всегда очевидные вещи могут перевесить внезапно. Ну, да, ситуативно. Уже часто что-то происходит. Кстати, говоря о внутренних проектах, да, джиру, как внутренние проекты, которые можно тоже влить в альтернативу трекеру силы, вообще есть ощущение в сдеке, что, ну, скажем, внешние продукты более такие интересные, многопользовательские и заманчивые для продуктов, а внутренние, может быть, там меньше ресурсов на них выделяется, как часто бывает, например, там, отдают по остаточному принципу, там, ну, если хватит времени, то делай. Или там UX такой, а, внутренний не будем рисовать. Вот как у вас с этим? Ну, мы вынуждены, скажем, по-другому здесь работать. Может быть, мы бы и хотели больше ресурсов отдавать на внешние продукты, но свои внутренние системы и продукты мы пишем даже, наверное, в первую очередь. Ну, вот, например, наша огромная система, которая всю логистику в себя включает, на нее задействована львиная доля, скажем так, разработки, просто потому что, если мы ее не сделаем идеальной, оптимальной в какой-то момент, то это серьезные риски для бизнеса. Типа курьер не доедет. Ну, там ничего не доедет, не то что курьер. Вот. Поэтому на нее основной акцент. И вот мы сейчас растем очень сильно, да, и мы переписали полностью эту систему постепенно. И вот мы сейчас на нее переходим, и все ресурсы на переход. И в том числе где-то в ущерб каким-то проектам и продуктам на развитие. Ну, потому что приоритизация так строится, это для нас база. Вот. Конечно, бывают и другие ситуации, там та же джира у нас внедрена. Вот. И какие-то там доработки мы можем, понятно, приоритетно поставить дальше по сравнению с коммерческими, это логично будет. Но писать себе джиру не будете? Писать себе джиру точно не будем, да, никаких там таск-менеджеров мы себе не пишем. Пользуемся внешними. Вот. Но в целом у нас больше, наверное, акцент, чем в среднем у других компаний на внутренние системы. И на их удобство, просто потому что ими пользуются очень много людей разного уровня. То есть вот нашей системой, в которой мы работаем, пользуется менеджер в пункте выдачи заказа, курьер в какой-то части, и пользуется там топ-менеджером, например. И вот куча еще внутри людей, включая, кстати, франчайзи-партнеров, которых у нас там больше трех тысяч. Вот. Поэтому… Нужно идти, всех обучить, всем сказать, вы не туда нажимаете, нажимаете сюда. Нужно делать удобно. Нужно, да, делать юзабельно, и это тоже такая острая необходимость. Поэтому вот здесь у нас по-другому, наверное, не будет в ближайшее время, и в этом тоже, наверное, плюс такой продуктовой работы. Если ты продукт на внутренний продукт, то ты не по остаточному принципу. И тебе тоже интересно. И у тебя все те же процессы, потому что компания огромная, и вот точно так же ресерч, тесты, тоже все ты должен это делать. Нюанс еще в том, что у нас внутренние продукты по количеству пользователей, они могут посоревноваться с некоторыми продуктами, которые не по внешне. Да, да, да. То ли сказала там франчайзи, но вот вся сеть, да, в каждом ПВЗ, каждый курьер, он работает с этим продуктом. Их там тысячи. И тут уже вопрос, если по этой метрике смотреть, внутренне это или внешне. Да, классно. Саша, мы ответили про маркет? Саша спрашивает, если позволят всем писать свое, то они станут конкурентами. И не надо ли это как-то превентивно предотвратить? Смотрите, мне просто кажется, что это какая-то нереальная ситуация. Превентивно предотвратить это просто невозможно. Разработка и писать свое стоит больших денег. Я бы сказала, очень больших денег и больших рисков. То есть то, что кто-то пишет свою софтину и пишет это с прицелом на то, что это будет отраслевым решением, риски огромные. Не факт, что это получится сделать отраслевым решением. И мы вот внутри компании, которая зарабатывает на себя сама, которая там не получает инвестиции, мы достаточно четко это считаем. У нас позиция здесь совершенно понятная, что если есть возможность взять сторонний ресурс, пусть и в Яндекс напишет, ради бога. Мы его купим и будем им пользоваться. Потому что для нас это будет и тактически, и стратегически выгоднее, чем пилить что-то свое и пытаться это кому-то другому продавать. Могут ли быть здесь какие-то коллаборации, какие-то совместные отраслевые решения? Наверное, могут. Но пока еще я не слышала ни разу о таком, и возможностей таких пока не видим. Точно есть всякие разные интеграции, связанные с тем, что одни доставляют другим, и в том числе конкуренты между собой работают, помогают друг другу, это норм. Будет ли такое в плане софта, в плане решения разработки, пока сложно сказать. Я вот не знаю. Пока вот на следующем шаге не вижу такой возможности. Ну может быть. Но для нас совершенно сознательный выбор. Там, где можно не писать свое, мы свое писать не будем. Мы будем покупать готовые решения, адаптировать их к нашим реалиям. Если мы пока на все вопросы ответили, я бы предложила... А, давай, есть еще. Гуманитарная цель СДЭКа, образ, к которому вы движетесь. Он у нас внутренне сформулирован. Может быть, не очень понятно, я сейчас это расшифрую. Как СДЭК — лучшая доставка для людей. Что это значит? Это значит, что для нас критично важно, в том числе, почему мы продуктовым подходом идем, переориентироваться полностью с внутренней кухни, что мы работаем так из серии, потому что нам так удобно или так сложилось, на удобство получателей. Чтобы делать во всех смыслах, ну вот тут вот как бы очень много измерений, что значит для людей. Это и удобно, и просто, и юзабельно, и комфортно с точки зрения фирменного стиля, и с точки зрения сервиса, и отношения сотрудников. И много-много всего. И вот это вот много-много всего, оно тоже меняется динамично и расширяется. И вот наш фокус туда, чтобы вот про то, как важно для людей, мы, во-первых, извлекали, да, вот постоянно с рынка и понимали, какому сегменту, какому клиенту, что важно. И вот эту важность ставили во главу угла. И вот такой вот фокус на, ну, некое служение, что ли, да, вот он, наверное, в нашей компании был всегда, и вот сейчас просто мы его сознательно, вот уже на большой масштаб переводим. Вот, и это с одной стороны. А с другой стороны про динамику изменения. То есть мы совершенно точно понимаем, что нам нужно, мы хотим, нам интересно меняться, быть открытыми новому. И в том числе продуктовый подход для нас, он про это. То есть ты делаешь что-то, чего еще никто не делал. Ты пробуешь, ты ошибаешься, ты нормально к этому относишься. И к тому, что сотрудники твои могут ошибаться, высказывать свою позицию, предлагать свои идеи, пробовать, привносить внешнюю экспертизу. Вот эта часть нашей культуры, то есть с одной стороны, вот там прям это, есть какие-то формулировки о том, что я говорю, например, за посылкой человек, там, честность, открытость, развитие. Это все вот ценности, которые у нас сформулированы. Ну вот каждую из них можно расшивать с точки зрения сотрудника и с точки зрения, как мы относимся к клиенту. Ну и вот, наверное, принципиально два блока. Первый про для людей, вот, а второй про новое, да, про то, чтобы идти туда, где еще никто не был. И развиваться так, где, ну, не за кем повторить, да, то есть вот что-то привносить новое, актуальное. Ну, наверное, так. Может, ребята что-то добавят, как это с их стороны видится. Ну, я добавлю, наверное, что это на всех уровнях прослеживается, вот эта сервисность. Я вот уже говорил, что когда был на экскурсии, день с курьером, да, у меня некоторые мелочи, вот, отношения на всех уровнях, в том числе, ну, фронт, да, компания, это курьер, который приходит, забирает посылки. Отношение к мелочам, как он разговаривает, как он бережно там относится к посылке, ну, я честно был искренне удивлен. И я подумал, что если вот эти люди так бережливо и сервисно работают, то я тем более должен думать постоянно о том, чтобы делать клиентский путь максимально комфортным, чтобы вот его вот этот вот вклад, этого конкретного курьера, моей какой-то неправильной всплывашечкой, кнопочкой или чем-то еще внезапно не обесценился. А люди удивлялись, что с курьером таскается какой-то мальчик? Ну, я стоял за дверью. Ну, то есть, там была ситуация, реально, ну, мы когда пошли, это был заказ с примеркой, мы можем доставлять посылки с выкупом интернет-магазинов, с примеркой, там, с частичным выкупом и так далее. Это был один из таких заказов, когда там реально пошли до квартиры. У нас тут менеджер посмотрит. Я подумал, что это будет довольно странно, поэтому я тихонечко так постоял, то есть для себя какие-то моменты фиксировал. Я правильно понимаю, что у вас, получается, есть конечные пользователи, люди, там, физики, да, которые приносят посылку, забирают посылку или отдают на адресе, получают на адрес, да, от курьера. Потом есть франчайзи, которые организуют офисы, куда можно прийти, забрать и получить. Потом есть интернет-магазины. Интернет-магазины. То есть это как бы группы пользователей разных. У нас все интереснее. Да, у нас, с одной стороны, группы пользователей, с другой стороны, ну, вот у нас, грубо говоря, три типа клиентов. B2B, чистый, это Юрик Юрику, все, кроме интернет-магазинов. B2C, интернет-магазины, то есть это основной наш бизнес, интернет-магазин, который доставляет получателю. Мы доставляем от интернет-магазина получателю. И C2C, физик-физику. И вот когда мы говорим про интернет-магазины, мы работаем и на интернет-магазин, и на клиента интернет-магазина, который получает. Который выбрал вас из вариантов, которые там были. Либо выбрал, либо интернет-магазин такого выбора не дает. Это тоже достаточно частая история. И так, и так бывает. И мы здесь выполняем такую функцию фактически менеджера по работе с клиентами у магазина. С чужими клиентами. С чужими клиентами, да. Это важная на самом деле история. И очень много задач интернет-магазина таких нестандартных по сравнению с задачами какой-то другой доставки. Интернет-магазин со своим клиентом лично не коммуницирует никогда. Мы за них это делаем. То есть вы становитесь кусочком этого интернет-магазина для человека. Да, и здесь есть свои минусы, когда иногда проблемы какие-то связанные с интернет-магазином нам предъявляют. Вот это вот такая вот часть бизнеса. Плюс у нас есть франчайзи. У нас вообще франчайзинговый бизнес. И из 3,5 тысяч пунктов выдачи заказа, вот практически все 3,5 тысячи, это наш франчайзи. Мы развиваемся по франчайзинговой модели. Это больше 2 тысяч человек. И в России, и за рубежом. И франчайзинговый продукт – это тоже один из наших продуктов. То есть можно купить франшизу, мы ее постоянно улучшаем, делаем более доступной, интересной, сегментируем в зависимости от того, где открывается пункт выдачи. Наши франчайзи могут не просто пункт выдачи открыть и на выдаче зарабатывать, они продавать могут. В смысле, открыть маленький магазинчик там внутри? Нет, не магазинчик, они продают услуги доставки. У нас же франшиза доставки. И здесь идея в том, что ты покупаешь… Они находят кого-то, кому нужна доставка. Ты подключаешься к огромной инфраструктуре логистической, становишься частью логистической компании. Для этого тебе нужно открыть пункт выдачи заказа и выполнять функционал. То есть как устроена франшиза СДЭК? Есть большая компания СДЭК с логистическими схемами, IT-инфраструктурой, складами, хабами, курьерами. Со всей вот этой вот огромной инфраструктурой. И любой предприниматель, желающий, начинающий, может присоединиться, купив франшизу. Вот он купил франшизу, открыл подразделение пункта выдачи заказа, встроился этим подразделением во всю логистическую инфраструктуру. И параллельно с этим он может сам искать клиентов на доставку. Например? И продавать. Ну, например, ты открыла подразделение, купила франшизу. Предположим. Берешь, открываешь какую-нибудь базу интернет-магазинов, начинаешь звонить и говорить, я СДЭК, хотите услуги доставки? Говорят, да, хотим, со СДЭКом еще не работаем, а давно хотели. А, то есть они рядом со мной, и я получаю, я забираю у них покупки? Они вообще никак не обязательно должны быть рядом с тобой. А, я привела, я привела нового клиента. В чем прикол, как это круто работает? Вот, есть интернет-магазин. У интернет-магазина сотни тысяч, может быть, получателей в разных вообще городах России. Давай пока Россией ограничимся. Ты открыла свой пункт выдачи заказа в Москве. И ты продала какому-то интернет-магазину услуги СДЭК. Соответственно, например, интернет-магазин отправил посылку, он, кстати, не в Москве, может быть, а в Питере, в Новосибирск, во Владивосток и во Владикавказ. И твой пункт выдачи вообще никак не участвует ни в отправке этой посылки, ни в доставке. Участвовать будут другие. Они будут за тебя клиенту выдавать и получать. Ты будешь им из своей выручки компенсировать себестоимость вот этой операции, отдать или получить. А в свою очередь ты будешь тоже отдавать чьи-то посылки и получать чьи-то посылки, и получать компенсацию по себестоимости. Но зарабатывать на продажах ты будешь от тех клиентов интернет-магазинов, с которыми ты заключила договор, которыми ты продала. То есть получается, чем больше интернет-магазинов, тем лучше СДЭКу, поэтому каждый в франчайзе СДЭКа может приводить новых клиентов, и это им будет выгодно. Это будет выгодно и СДЭК в целом, и каждому в франчайзе. И самое главное, не надо транспортную компанию-то новую создавать, логистическую. Ты приходишь, сразу начинаешь работать, известный бренд, вся инфраструктура уже готова, она работает, зарабатывай, продавай. А если мы говорим не только про Россию, можешь рассказать, как это вообще началось у вас, и что вообще сейчас происходит с международностью? Идея ровно та же, мы также развиваемся по франшизе, находится франчайзе-партнер в любой стране, там Китай, США, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Великобритания. Тут я перечисляю часть стран, в которых мы сейчас работаем. По тем же условиям, с той лишь разницей, что мы, конечно, гораздо больше вкладываемся в продвижение этого франчайзе в конкретной стране, потому что нас не знают так хорошо в других странах. Маркетинг вкладывается. Да, мы прям тратим деньги на продвижение, на маркетинг, помогаем франчайзе закрепиться, найти клиентов больше, чем в России, потому что в России это гораздо легче, в другой стране сложнее. Ну и там наша задача, если вот к продуктовую сторону поворачиваться, в том, чтобы, выйдя на новую страну, нащупать какую-то нишу, создать там продукт и начать зарабатывать, а потом уже осматриваться шире, смотреть так, а что еще мы здесь можем? Потому что в каждой стране своя конкуренция, свой рынок, свои боли пользователей. И сразу охватить всю страну невозможно, но затраты огромные. Начинаем с малого, поэтому продуктовый подход. А можешь привести пример, как вы что-нибудь, где-нибудь раздобыли, какую-то нишу, ну как это вообще может выглядеть? Это может выглядеть вообще по-разному. Один из примеров таких, ну просто очень удачных и свежих, это сервис, который называется Forward. Смысл, в общем, в следующем. Когда открылся франчайзи в Штатах, стало понятно, что интернет-магазинам Штатов получателей в России вообще неинтересны. Это вот первая там схема, которую мы всегда открываем, когда новую страну запускаем. Вот просто не хотят интернет-магазины американские ни в какую Россию ничего отправлять. Им это просто не надо. Мы поняли, что здесь это не работает. И вместе с франчайзи стали смотреть, а что может сработать? Какой сделать быстро и дешево продукт, чтобы начать зарабатывать? То есть связка нужна не просто получатель и продавец, а нужна какая-то связка, чтобы они решили сотрудничать? Нет там связки. Проблема в том, что мы поняли, что связки нет, и как ее формировать, вообще бог его знает. Кажется, что примерно никак. На том этапе, казалось. Поэтому развернули совсем мозг и в итоге придумали следующую историю. Сделали сервис форварда. Смысл в следующем. Русский покупатель, находясь в России, хочет купить что-то на сайте интернет-магазина американского, который в Россию не доставляет. Почти никакие интернет-магазины в Россию не доставляют. Из Штатов официально. И по товарам там еще. Например, Амазон везет книги, но не все остальное. А просто никто не везет в Россию. Все проще. И, значит, я, находясь в России, покупаю на любом интернет-магазине американском, что Майкл Корс известным, что каком-нибудь вообще там неизвестном, себе товар, но адрес указываю склад СДЭК в Америке. И плачу, естественно, СДЭК за эту комиссию. И за доставку плачу. Все. Соответственно, интернет-магазин привозит на склад СДЭК. Много, да, потому что у нас таких много в России. Мы отправляем в Россию, и в России я уже получаю как пользователь удобным для себя способом. Курьер, постамат, пункт выдачи заказа. И трек-номер у меня есть, и я могу видеть, как все это ползет. Да, и все круто сделано с точки зрения, как ты можешь отслеживать, какая там ситуация. Мы еще поможем тебе деньги сэкономить на доставке, вытащим из коробки. Упакуем так, чтобы это было меньше по объему, а значит дешевле. Можем отправить тебе не в Москву, а, например, во Владивосток, если ты что-то заказала, не знаю, подруге. И ты не будешь два раза платить за доставку. В общем, очень удобно. И, казалось бы, вообще вроде бы не американский продукт. Ну так-то. А, между прочим, работает очень круто. И сейчас уже у нас 12 стран форвардом охвачены. Родился вот от безысходности, от того, чтобы найти, а что еще сделать. Ну, получается, что американские интернет-магазины, может быть, даже не знают, что есть такой продукт. Они точно не знают. Но когда мы набираем определенный оборот на какой-то конкретный магазин, вот по форварду, уже можно вести диалог с интернет-магазином совершенно иначе. А вы заметили, что все присылают в наш склад? Нужно прийти к нему и сказать, смотри, у тебя уже есть поток из России вот такой, да? Вот там столько-то сотен посылок, например, в месяц. При том, что ты в Россию не продаешь, тебя там знать никто не должен знать. Ну, и так уже знают и хотят. Давай начнем официально с тобой работать. Прямая интеграция. Да, и ты просто начнешь зарабатывать вот сразу намного больше. Это другой разговор. Когда мы говорим, ну, давай, ну, начни с нами работать. Когда мы говорим, смотри, вот клиенты, которые тебя уже заказывают в Россию через преграды. Давай преграды уберем, зарабатываем. Вот такая, например, история. Вот таких много. Есть ли с чего еще нам сейчас обсудить? Данит, я думаю, что надо за финале, тем более времени осталось. Да, спасибо всем большое. Мне было очень интересно, и я собираюсь кое-чем воспользоваться. Интересно, что я не все знаю, хотя я пользуюсь, да? То есть есть еще потенциал донести до меня новые товары, услуги. Да, спасибо всем большое. Спасибо.